Сегодня традиционный пробег Памяти жертв тоталитаризма Да, и сколько вы собираетесь бежать сегодня? 12 километров, здесь больше нету Скажите, сколько лет вы уже участвуете в этом пробеге? В этом пробеге? Ну, лет 10, наверное Что вы скажете хорошего об этом знаменитом пробеге? Который имеет историю уже многолетнюю Ну, пробег замечательный, всегда организация хорошая И всегда мы ходим на могилу польским офицерам Там поминаем их, вот, викинг Ну, вообще отлично А сегодня так повезло с погодой Всегда польский кросс проходит как дождь Как польский кросс, так дождь А сегодня просто на удивление Значит, перемены к лучшему Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Львовский Игорь Игорь, скажите, ну, я знаю, что вы очень много лет участвуете Вы сегодня помогаете или участвуете? Нет, я и помогаю, и участвуете Ваше участие в этом среде и как вы видите за многие годы улучшается или нет? Ну, в общем, улучшается, потому что появилось много молодежи А молодежь это будущее, самое главное Вот поэтому лучше, естественно Потому что молодежь потянулась здоровым образом жить Скажите, вы сегодня сколько бежите километров? 6 километров 6, да? Вы готовы сегодня показать выдающийся результат в своей жизни? Нет, я не готов, но бежать буду Представьтесь, пожалуйста Минебаев Султан Гумерович Ну, это известный наш спортивный человек Скажите, вот вы очередной раз пришли на такое вот интересное мероприятие Скажите, ваше отношение к этим соревнованиям? Очень положительное Я отношусь к этим соревнованиям с серьезным подходом И я чтю память погибших поляков особенно Скажите, сколько вы бежите километров вот сегодня? Вот сегодня я хочу пробежать две дистанции Три километра и девнадцать километров Если меня допустят Я еще не регистрировался Я только на регистрацию Скажите, какой планируете показать результат? Я не бегу на шесть километров Я бегу три километра Мой рекорд еще не был побит У меня рекорд на три километра Двенадцать минут семь секунд И еще никому не удалось в моей возрастной группе Пробежать лучше Ну, хочу пробежать и двенадцать километров Для рейтинга, который проводится во всем мире и России И если меня допустят, я пробегу еще и двенадцать километров Ну, я вам желаю сегодня показать выдающийся результат Спасибо Вашей такско-спортивной жизни Спасибо Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Русак Русаловна Геннадьевич Сколько лет уже занимаетесь? Третий год пошел Скажите, вы впервые участвуете в этих соревнованиях? Нет, третий раз уже Третий раз Скажите, вам нравятся эти соревнования? Очень Почему вот вам они понравились? Ну, очень много людей, хорошая организация очень А скажите, вы сегодня сколько бежите километров? Три пробегу, потом через десять минут шестерку пойдем В какой дистанции хотите показать результат? В шестерке Шесть километров, да? А какое планируете время? За какое время вы бежать? Время с тридцати выбежать будет отлично Я вчера просто в Первомайске участвовала Скажите, разница за многие годы изменилась вообще Поведение соревнований или нет? Ну, надо очень много сказать хороших слов о Зудине Николая Яковлевича И он из года в год эти соревнования придумал, организовал, сделал очень, как говорится, уместными, нужными городу и области И с каждым годом он проводит все лучше и лучше И сейчас вот видят, как оборудованы места в стартах, как привлечены спонсоры, есть толп почета Вот, считаю, что они будут лучшими Скажите, вот вы привели сегодня своих учеников на соревнования? Да Поставлена задача будет выполнена на ваш взгляд или нет? Конечно будет Для них эти соревнования для нас не главное Это не какой-то командный чемпионат Они даются чисто для участия, для приобретения опыта Для получения удовольствия от соревновательного бега И вот наши, можете перевести, вот наша женская часть с вожаком, многократным чемпионом области Никитой Бутко Ну тут есть еще другие будущие чемпионы, мы о них говорить пока не будем Члены оргкомитета, участники 16-го традиционного легкотлетического кросса посвященного памяти жертв каталитаризма для травмного митинга построены Вольно Слово предоставляется вице-консулу Республики Польша в Харькове пану Яну Боровскому Добрый день, уважаемые друзья Я прежде всего хочу всех поблагодарить за так массовое прибытие на это событие В этом году у нас это уже 16-й кросс памяти жертв каталитаризма Как вы знаете, это место, перед которым мы находимся глубоко символично для как украинского, так и польского народа Здесь похоронены и жители Харькова, и бывшие советские граждане, которые стали жертвой репрессии второй половины 30-х годов Сталинского тоталитаризма, советского тоталитаризма Здесь похоронены также и польские офицеры Кто эти люди? Ну как вы знаете, здесь практически почти 4 тысячи польских офицеров похоронено И это, можно сказать, является цвет нашей нации Потому что большинство из них это офицеры-резервисты Это учителя, это юристы, это действия культуры, это во многом люди, которые Когда в сентябре 1939 года Германия напала на Польшу Были призваны в армию, чтобы защищать свою родину И попав в плен тогда, как вы помните, в сентябре У нас два знаковых события 1 сентября, когда началась война, когда со стороны запада на нас напала фашистская Германия И 17 сентября, когда, не объявляя на войну, напал на нашу страну, на Польшу, Советский Союз И вот именно здесь покоятся те люди, которые боролись тогда с захватчиками и попали в плен Спасибо вам за то, что вы в это интересное и нелегкое время нашли возможность поучаствовать в этих соревнованиях Свою родную историю, правильную историю надо помнить, надо изучать Я буду рад, если участие в этих соревнованиях кому-то из вас даст толчок покопаться в исторических трудах И попытаться понять, что, когда и как происходило Поэтому вам желаю успешного сегодня старта, здоровья и всем вашим семьям благополучия Два-два-два-два-два Два-два-два-два-два-да По-два-два-два Субтитры jogar биджевые Я второй человек Ну я первый раз Ну пожалуйста Хороший раз! Ай, инвалид это че? Человек это женька. Витя, вот ты каждый год участвуешь и в организации поведения. Скажи, в этом году какие функции ты выполняешь? Начальник трассы. Самый? Дистанции 1 километр, 3, 6 и 12. Трасса у нас каждый год одна и та же, только она каждый год видоизменяется. Присходит в вырубке, приходится немножко дольше работать, чем обучиться. Скажи, а сам участвуешь? Обязательно, я здесь 9 раз выигрывал. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста. Представляюсь, Татьяна Маркова, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике. Данечка, вы уже много раз участвовали в разных соревнованиях, и в том числе этих вот сегодня, которые проходят возле польского мемориала. Скажите, ваше отношение к этим соревнованиям, сколько лет вы участвуете в этих соревнованиях, ну и вот, сколько сегодня километров вы будете бежать? Сегодня я буду бежать 6 километров, практически с самого начала я участвую в этих соревнованиях, потому что мы сами их и организовывали. Я думаю, что эти соревнования, они такие очень ответственные, очень интересные, потому что, во-первых, и по лесу бежишь, и по трассе бежишь. Очень много привлекли детей к тому, чтобы они участвовали в этих соревнованиях. И эстафеты сейчас бегают, и раньше мы начинали только 12 километров, ну еще шестерочку кое-кто бегал. А сейчас бегают все от 1000 метров и до 12 километров. Популярные соревнования стали. А вот в чем разница все-таки в этих соревнованиях первых и сегодня? Ну, во-первых, я же говорю, что в разнице дистанции. Ну, не только, а дети, а... Да, и еще плюс к тому, что у нас к ветеранам и профессиональным спортсменам присоединилось большое количество детей. Вот, поэтому они смотрят здесь, как бегут старшие, и набираются примера и опыта. А скажите, рекорд этой трассы массовости, кто показал? Массовости, вы имеете в виду... А, ХТТ, да? Ну, ясно. Ну, кто? Когда это было? Когда это было? Я уже не понял, какой это вот было? Ну, давно очень. Это был 2004-й где-то год, да? Да, да, да. Это Харьковский... Харьковский техникум, текстильный техникум. 60 человек. И Андрей Нечипаренко привел 60 человек. Студентов. Да, студентов и сотрудников, правильно? И сотрудники же были у тебя еще. Вот, и поэтому, я думаю, что вот с подачи таких людей, которые любят спорты, которые внедряют массовость в спортивные организации и в спортивные соревнования, вот на них и держится, в общем-то, вся спортивная стать города Харькова. Вы готовы сегодня пробежать 12 километров? Готова, но я бегу 6. А результат какой планируете показать? Он говорит, ну ты же знаешь, что у меня горе. Я сейчас не очень хорошо готова держать. Вы просто участвуйте сегодня. Я просто участвую. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Да, всего хорошего. Представьтесь, пожалуйста. Ян Сдановский, вице-консул, генеральное консульство Республики Польши в Харькове. Положилось очень хорошим образом, так как, видите, у нас уже в этом году 16-й кросс памяти, да, жертву территоризма. И, конечно, мы очень рады, что у нас в качестве наших партнеров выступает постоянный и союз ветеранов спорта, и ряд других организаций. И также участие польской компании ПЗУ в Харькове здесь также немаловажно для нас. Поэтому мы очень рады, что все участники довольно организованно, каждый год контактируются с нами, все организаторы, с организаторами. Мы очень рады, что каждый год можем проводить вот такое мероприятие, конечно же, оно очень важно. И я уже говорил неоднократно здесь и для жителей Харькова, и для нас, как представителей Польши, так как это место глубоко символично для вашего народа. Да, вы знаете, у нас, я хоть и недавно нахожусь на консульской работе в Харькове, но мне приятно было посмотреть историю организации этого марафона, этого бега, пробега в предыдущие годы. Да, и мне очень радует то, что вот такая позитивная динамика школы, с того, что я вижу все больше и больше людей, молодых людей, учащихся в школах, студентов, интересуются этими возможностями взять участие в этом пробеге. И я вижу, что как бы динамика позитивная, что это, хуже по всему, тенденция идет к тому, что на будущий год у нас еще больше участников может быть. Я в этом уверен. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок